Появились некоторые особенности, из-за которых он вынужден отсутствовать, и поэтому сейчас эфир буду вести я в соло, солянова, лос на соло, касте, да, такое бывает, и я заанализирую вас до смерти, закритикую, заанализирую, задушу, вот, зрителей, игроков, да вообще кого угодно, вот, лишь бы был повод. В общем, униктус гейминг не хотят, они просто не хотят сдаваться, и счет 2-1 в пользу кингейминг. Пусть вас не смущают прямоугольнички снизу, я так понимаю, там ребята немного ошиблись с выставлением счета, в шаге от победы кингейминг, им нужно взять всего лишь навсего одну карту, в то время как униктус гейминг нуждается в дух победы. В общем, Фурион, Шаду Шаман, Айкс и Пангольер. Драфт напоминает стиль Фнатик, ну как бы их герои, это и Шаду Шаман, и Пангольер, и Фурион, и все это что-то бегают, они летают, прыгают, ну а кингейминг остаются верны самим себе, и они плотно набирают героев для замеса 5 на 5. Не сказать, что есть много контроля на Айкса, если так призадуматься, то он всю игру просто будет бегать, нажимать рейдж, и его очень трудно останавливать. То есть, возможно, какой-то таск будет прописывать в Варлос Панче, и может быть, когда-нибудь Тролль начнет его останавливать, но до поры до времени Найкс просто убивает к чертовой матери весь пик кингейминга. Появился Эммер Тролль, такая горячая смесь. Тролль находится на передовой, дерется, а Эммер спирит дамажит. И Некровса убить будет сложно. То есть, как минимум, Некровса сложно закрыть. Есть этих Шторм Дизраптера, и только в этом случае Тролль может набегать Некровса и убивать, но... Допустим, что Статик Шторм отдали в другого героя. Допустим, что его потратили на Фуриона, на нашего душамана, на кого угодно, но только не на Некровса. И вот тогда вообще не ясно, что будет делать Тролль. Ну, схема простая. Тролль нажимает на Батл Транс, а Некровус нажимает на Гошраут. Если Некровус находится в Сайленсе, то Некровус сможет купить Гусскептер и тоже нажимать Гусскептер. Принцип почти похожий. Соответственно, Троллю в этой игре пока, ну, тяжковато. То есть, единственная его цель, единственная его миссия, это бегать и убивать Найкса. Всю игру просто редкликать от данного персонажа. И надеется, что Эмбер Спирит сможет Солянова потащить. Это его надежда. Но Эмбер Спириту будет очень тяжко из-за того, что Найкс бегает, нажимает рейдж и снимает с себя чайны. Найкс довольно-таки устойчив против магического урона. Того же Некровуса Эмбер Спириту убить тяжело. Ну, как минимум, Некровус там хилится, хилится, хилится. И даже если он стоит в чайнах, он продолжает дамажить своей аурой. Я бы сказал, что Пикс Ньюзов очень хорош. То есть тут реально чуть ли не пять мощных героев в плейте. Такие супер мощные герои. И Шадоу Шаман, и Пангольер, и Найкс, и Некрофос, и даже Фурион. Если собирается грамотно. Ну, сверху довольно-таки симпатичный замес. Эти комбинации, Вакуум, Статик Шторм, и если Статик Шторм будет с Агонимом, они хороши. Они хороши, они могут перевернуть игру в любой момент. Так, ну первое противостояние. Тролль против Некровуса. У одного 56 плюс 2, у другого 56 плюс 2. Если они просто будут стоять и точковаться, то, естественно, ну, легкое преимущество за Некровусом из-за того, что он будет постоянно отхиливаться, постоянно спамить троллей, и тролли придется приносить хп реген. А Некровус иногда может стоять вообще без хп регена, вот он идет на линию. У него пока два танка, ему больше ничего не надо. У троллей будет легкое преимущество в виде того, что он будет прыгать в форму ближнего боя. Ну, опять же, в форме ближнего боя Некровус будет подходить и спамить Деспульс. Так, Таск у нас старается дать Рошану, но не получается. Пойнт Гольер забирает ФБ. Также на ходе Дизраптора, Дизраптору тоже будет очень больно. Его бьют, его избивают, ему дают еще один шейкл. И легчайший минус 2 для Некровус Гейминг. Вообще, задается впечатление, что у Некровус Гейминг словили кураж. Это когда вот ты просто начинаешь пикать все подряд, и все получается. И сейчас они реально, ну, они реально месят. То есть вот по прошлой игре можно сказать, что Кинг Гейминг просто защищали всю игру. Там не было почти никакой атаки. Они как бы боролись, но стабильно били IG. Стабильно, вот, из раза в раз. И сейчас мы видим то же самое. IG начинают давить, IG уже делает минус 2. То есть по линиям у них, как я бы сказал, нормально. Эмбер Спирит будет стоять против Фуриона, это не самый приятный матчап для Эмбера. Ну, как минимум до пятого уровня его слишком хорошо избивают пеньками. Но из минусов можно выделить то, что Пангалер не лучший герой против Эмбера. Все-таки, как ни крути, но миличнику гонять Эмбера тяжко. Кэм заблочен. Дальше, Дизраптор. Герой тоже не самый сильный против Фуриона. Да, он может похорастить Фуриона тандра страйком, но у Фуриона есть тангуйский. При этом пеньки остаются. Пеньки продолжают помогать Фуриону добивать крипов, и пеньки просто прогоняют Эмбера. Вот Пангалер решил попробовать как-то понапрячь Эмбер Спирит. Он дал ему одну тучку, но получил в ответ три. И еще сверху навесили Тандер Страйк. Он здесь просто так на Икспе чилит. И регенит Сентан Гусиков. Старается выпалить пачку крипов. Пошел, пошел, пошел. Фурион переагривает для себя вот этого крипа. Все нормально. Сейчас быстренько убить вот этого крипчанского и перейти вот сюда. Тут очень сочный стак. У него ноль броню, Сатира. Сатира нужно забрать. Сатира было бы здорово забрать, но, к сожалению, Сатира не забрать. Поэтому получается так, что вроде бы... Вроде бы они и отпулили, но Эмбер получает 72 голды за Сатира. Получает фулл эксп и за вражеских нейтралов, и за... Точнее, за вражеских крипов и за нейтралов. Вот так. Поэтому полезность этого пула под сомнение. Так, шамана сверху убили. Убили. Наверху тоже очень опасная линия Таск плюс Дарксир. Таск репортируется на центр. Здесь находится Некрофос, у которого все еще нет гушрауда. Не получается закрыть, и Некрофос отступает. Да, Некрофос стоит в миде, и ему просто нужны статы, чтобы эффективно добивать крип. Чем больше статов, тем лучше он добивает, тем больше маны, тем больше хп, тем больше всего. Вот, только, конечно, пытается его размять. Там форма ближнего боя, форма дальнего боя, но... Сейчас Некрофос отхилится, и все начнется по новой. Так, тем временем, Эмбер на легкой линии продолжает напрягать флеймгвардом. За счет того, что ему подарили этот кэмп, он чуть раньше взял третий уровень, и за счет третьего... за счет второго флеймгварда он неплохо напрягает. Таска забирает сверху, на их смеси с Шадо Шаманом отрабатывает, большие молодцы. Вот по поводу этой линии могу сказать, что Шадо Шаману, возможно, будет неприятно стоять против Дарксира и Таска, но на их чувствует себя нормально. На их прочный парень. Здесь ему не впервой. Ставит против подобных агрессивных линий. Любой магический урон... Любой Харас, то есть он контрится тем, что на их просто отхиливается за счет пассивки. А любые врывы под двумя щитками контрятся рейджем. Все, здесь на их чувствует себя нормально. Его даже иногда можно оставлять одного. Оп, Фуриона убили на базе. Хорош. Так, снизу... По итогу у нас все не так гладко, как хотелось бы. Эмбер гоняет Фуриона. И это печаль. Если Эмбер гоняет Фуриона на такой стадии, то что будет потом? То есть потом он будет прыгать за Фурионом, потом он будет в него врубаться, кастовать чины и убивать нон-стопом. Соответственно, Фуриону желательно вначале получить преимущество. Иначе потом будет беда. Так. Разъединение с Китайским Севером. Это должно было когда-то случиться. И вообще, на удивление, китайские квалификации проходили слишком гладко. Вот такого никогда не было. Но Китай не был бы Китаем, если бы подобного не случилось в гранд-финале. Храни Господь китайский интернет. Дабл дэмэдж. С дабл дэмэджем он чувствует себя получше. По крипстату замечу, что здесь приблизительно одинаковая ситуация. Ну, пока вот он не взял дд. То есть и один, и второй стояли хорошо. При этом еще тролли и помогали. Некрофос пошел как-то пытаться убивать Дарксфера. Вообще, на самом деле, неплохой. Килл может получиться, потому что если Некрофос убивает, а он убивает, он регенит ману, регенит хп, и замечательно и прекрасно возвращается на центральную линию. Да, еще и святынь отбился. У Найкса фэйзы. Убить его очень сложно. Просто покупается фэйзы, фэйзы дает плюс 6 к броне. Если что, можно ускорять самому себя, убегать или наоборот опадать. Весь этот хараш с шардами, щитками и там чем угодно, это все универсируется пассивкой. Пассивка уже третьего уровня. То есть, Шадо Шаман сюда может приходить на Икспу, может приходить, чтобы заболеть, но если кого-то хочется убить, то лучше приходить вот сюда. Тут Дизраптор. ТТВ Климс только сейчас скачал. Эмбер в очередной разобрал Фуриона. Это очень хорошо для Эмбера. Прям шикарно. Продолжает доминировать. И по-прежнему по Галеру себе очень сложно на этой линии реализовывать, потому что он, во-первых, забирает Экспу. Ухуриона. Во-вторых, он как-то не может себя раскрыть на этой линии. Так, тут все время тролль пытается убить Некрофса. Гошраута нет, но Некрофос просто убегает к ноге. Деспульсы имеются. Стик очень скоро. Тролля бьют. Желательно, чтобы добил Некрофос, но, к сожалению, добивает Шадо Шамана. Если бы добил Некрофос, он бы полностью отрегенился. И даже, несмотря на то, что Фуриона на вот этой линии убивает, все хорошо у Найкса. Все вообще замечательно. Вот он стоит. У него нет, у нас все время первый. Да. И все отлично у Некрофса. И все очень плохо у Троллян. У Троллян 0-1-0. Да, он умер только один раз, но у него мало денег. Почему? У него меньше денег, чем у Фуриона. Потому что он очень много тратится на ХП Реген. То есть там приносит себе тангусики, какие-то фласки, чтобы откилиться, стоя против Некрофса, который постоянно спамит эскульсами и жгет аурой. А Некрофос просто бросит статы в большом количестве. И за счет того, что он покупает меньше расходников, он обгоняет Троллян уже на 500 голды. Ну и плюс он убивал, да. У него 2-0-1. Это тоже немаловажно. Так, снизу. Все, наконец-то Shadow Shaman пришел на линию, где он действительно полезен. Причем пришел... Самое интересное, что вместе с Найксом. Забирая Дизраптора, Дизраптор отправляется в Мирной. Эмерспирта прогоняют. И пошла агрессивная игра с Фурионом. Очень приятно с Фурионом атаковать, когда можно бить вышки за счет пиньков. Когда, допустим, пик команды пассивный, вместо Найкс какой-то антимаг, очень трудно реализовывать Фурионом, потому что пиньки есть, но... Редко происходит такое, что пришел антимаг, убил героя, и потом еще забрали вышку. А вот с Найксом нормально. Найкс пришел, обунваунс нажал, Реджом себя ускорил и... Потом спокойно забрал вышку. 2000 голды за Индиктус Гейминг. Вообще по такой игре Найксу надо халявить. То есть если бы придодуматься, его очень трудно остановить. То есть вот саппорт, который потенциально бы мог его останавливать всю игру, вот он бегает, у него 8 уровень, у него нет сапога. На 8 уровне реально у него нет сапога, и это очень плохо, потому что он один из немногих героев, который способен останавливать Найкса в рейдже. Ну, например, если где-то Найкс будет гулять и наглый фармить, против 4 героев он просто уйдет на комбинации рейдж-теп-аут. Быстренько. А тут... Таск. Варлес панч, но, увы, пока варлес панча нет. Он пока бегает 4 уровня. Пока варлес панч... Пока таск в процессе получения варлес панча, IG дико давит. То есть просто 9 минуты, они уже бегают по центру, стараются напасть, но здесь очень трудно ворваться без пинки. Как-то необычная раскачка 2-2. Обычно мейко берут в троечку, но он решил, что через пор двоечку это то самое. Ну, тут просто надо переагрить. Либо тычку дать, либо шарды кинуть. Просто переагривается крип, и ребята спокойно защищают центр. Непонятно, что хотели сделать IG. Вот они пришли, что-то постояли здесь втроем, посмотрели на эту вышку, убежали обратно. Но, хорошо, что есть Найкс, который фармит. Уже у которого, кстати, есть минус. И хорошо, что есть Некровс. Некровс дела идут слишком хорошо. То есть они молодцы, они ставят центр такого прочного персонажа, который, если что, и подцепить себя сможет. Повпитывает урон, и быстро его не взять. Да и вообще, если приглянуться, какого-то бёрста урона у кингейминга нет. Он их просто отсутствует. То есть что там? Троллю нужно разогнаться. Дизрабты оставить статик шторм, но он работает как бы 5 секунд. Соответственно, нужно время, чтобы он себя полностью стерилизовал. Щиткам тоже нужно время, чтобы они жгли, жгли, жгли. Вот. Ну, единственный бёрст, возможно, есть у Таска, но будет он не скоро. Четвёртая минута. Четвёртый уровень на 10 минуте. Так, дубль 2. Инвиктус гейминг идут на центр. Там пульты есть, хоро он летит. Хоро он летит. Дизрабтора нашли. Дизрабтор старается спасти получать 6 уровень. Я бы сбил, наверное. Бил бы. Так, он умер, вообще ничего не даст. Ну, ладно. Увиднее. Пангалер покатился. Видит перед собой трёх героев, но заставил пока только одного. Каса имеется. И Таск прекрасно сэвит своего тиммейта шариком. Стеночка пошла. Найкс начинает бить. Фури он работает. Некровуса было бы здорово добить, но у него имеются стики. В итоге, если Некровус убьёт хоть кого-то и начнёт регениться, будет очень плохо, но Некровуса успели убить хоро уж. И шаду шаман. На! И в таверну. Сэм, друзья. Молодцы. Бог этого за место Таск. Он засейл своего союзника с Ноуболом. Одно из лучших оружий против Некровуса, против его косы. И Некровусу как-то стоит не торопиться с косой и ждать. Ждать пока Таск потратит Сноубол на что-то. Но косу давать до Сноубол нежелательно, потому что получается размен коса в Сноубол, при этом кулдаун косы 120 секунд, кулдаун Сноубола 21 секунда, потом 18. Ой-ой-ой, просто выходит. Успел нажать на Гош Раунд. Беда. И ему тоже конец. Двойная беда. При этом, он мало того, что засейвит своего тиммейта, он еще как бы и прокатится, и там урон нанесет, и достанет. И поэтому желательно, весьма желательно косу сейвить. Значит, Таск будет его всю игру контрить. Четник Рофф, знаете, он убил одного, он начинает отхиливаться, потом убил второго, он начинает отхиливаться, и вот он уже неожиданно убил всю команду, а сам выходит в лову из-за места. Убивать давать ему нельзя. Нежелательно. Так, топорик от Дизраптора. Пошел рубить елки. Подошел, присмотрелся, не понравились ему эти места, пошел в другом месте искать. К точку для Обсварда. Дарксир в наглую фармит вражеский лес, и потихонечку начинает кингейминг переворачивать. Было 2000 за Инвиктус гейминг, а теперь почти 3000 за кингейминг. И немножко успокоились IG. Вот смотришь на них, на самом деле, у них вообще почти ничего нет. Вот бегает сам шаман, вот у него сапог. Самое дорогое в его инвентаре. Про Бангалера можно сказать то же самое. Самое дорогое в его инвентаре это сапог. Икрофос богатый, да. Фурена ПТ. И наикс, которого Мидос, то есть у них реально маловато артефактов. У троллях есть хотя бы Владмирс. У этого Барабаны. Поэтому они на самом деле сейчас не так сильны. Именно 5 на 5. То есть вот когда наикс нафармит Рэдди, сам портавец хотя бы по одному артефакту, все резко изменится. Но вот сейчас удивительно, что Кин позволяет им вот так вот подходить и в наглую забирать вышку, учитывая, что у Кин преимущество. Потому что вышку туда не забрали. Своих можно дефать, но не хотят. Возможно, не хотят ТПшки тратить. Возможно, чувствуют, что они не в позиции. Думая, что здесь противника Исварда находится в идеальной точке. И просто отошли. Рошан надо брать быстро, пока у наикс не появился радианс. Тролль боец, тролль мужчина. Удачно так заходят пеньки. У Рошана есть клап, он кулдаун за 10 секунд. Заходит пенек, просто один, бьет, допустим, Рошана два героя. Заходит пенек, Рошан клапает. Потом через 10 секунд заходит еще один пенек, Рошан еще раз клапает. И вот уже тролль убегает из рожпита. В итоге пеньки напугали тролля. Все, он не хочет сюда идти. Ждет. Но вот так вот в лоб, конечно, идти, вот просто в лоб это вот сюда, вот это бонгольер, это ужас. Вот именно сюда, вот вообще лучше не заходить. Против панголера из точки гидрации вообще нельзя. Это вот обычно лестница. То есть лестница там допустим раз, два, три. Вот эти места лучше всегда избегать, потому что панголер только и ждет, когда зайдет, допустим, в эту точку корр и он будет кататься вот туда-сюда на основном. Нет. Нельзя. Но есть инвиз. С инвизом можно как-то пойти, зайти в спину, убить саппортов. Я просто пошел и будем фармить нормально. И Дарксир такой подошел к кентаврам и щитком забрал большую часть фарма Красава. Не приветствую подобные МВУ. Все-таки Дарксир топ-1 это хорошо, это респект уважуха Красава тащит команду, но троллю нужны деньги. Но как бы и так не самый фармящий билд у него Владмерс. Если сейчас еще Дарксир будет все забирать, то ему будет трудно. Ему нужно много слотов. Так, пошел бить Рошана. У Наикс уже есть релик, он уже дамажит, кстати. Он уже может бить. Пусть не жгет рейдинсом, но хотя бы с руки урона присутствует. Плюс 78. И нужно успеть. Нужно торопиться. Так, покатился по галер. По троим хорошо. Еще раз по всем. Статик Шторм, вакуум хороший. Начинает фокусить. Шадоу Шамана должны убивать. Остается Некропос. Некропос старается жить. Прожимает Гош Шраут, дает отличнейшую косу в таске и начинает отхиливаться. Эмбер Спири старается убить Некропоса и у него это получается браво. Выкупается Некропос, выкупается Гольер, выкупается Шадоу Шаман. Ничего себе. Все выкупились. И нужно кого-то убить. Бить бы кого-нибудь. Мне кажется, это не та цель. Он просто улетит лол. Тролля? Тролля бы убить. Он не умеет летать. Айдур умеет. Итог хороший. Дизраптор вместе с Дарксиром хороши. Рошан все еще стоит. БТВ. Тролль пошел. Найкс прожимает рэйдж. Очередной отличнейший вакуум от Дарксира под станки Тавру. Солит. Что-то Левен сегодня заливает соль. Да, он реально соль заливает. Ну, в прошлой игре было сложно. Вообще молодец, кстати. Он забрал Рошана. Да, он погиб, но Рошанчик он забрал, денежку получил. И плюс он за него и так немного дают. Он имеет 3 800. Но это не важно. Важно то, что Левен солит. Вот он на думе бегал. Просто парень стоял на легкой. Купил в лейте Агани рефрешер и просто в Солянова вырубал двух героев. Сейчас он в Солянова вырубил трех героев в комбинации вакуум Iron Shell и Стан Кентавра. Прямо сочные комбы. То есть такой мини-блоккол или мини-раведж я не знаю, что там. Мини может быть. Ну, то есть блоккол длится 4 секунды и Кентавр, по-моему, станет на 2, да? Ну, где Кентавр? Да, на 2 секунды. И при этом пока он, типа, застанен там еще Iron Shell работает и вносит огромное количество урона. Если Invictus Gaming подставляется толпой под вакуум, вбегает Dark Seer с Iron Shell, допустим, или Кентавр и еще прыгает Тембер Спирит с Iron Shell, то там просто мясорубка. Там умирают все, кроме Наикса. Только Наикса может выжить. И они реально давят. IG как-то потерялись. Вот они после этого замеса начали просто фармить. И не пытаются это делать. Fights стараются убежать изо всех сил, но нет, Тембер Спирит не отпустит. И терпеть очень сложно. Очень сложно терпеть. Очень сложно терпеть, когда у противника есть какой-то герой, который летает вот на такой рейндж. Вот на такой, видите, вот этот рейндж? Вот такой рейндж. Цепляет чейнами, там еще рейндж фестов добавляется. Еще ему дают Iron Shell, еще ему дают суржи. И он еще сам по себе неплохо перемещается за счет того, что это был барабанным. Терпеть адски сложно. Некропотс есть, вот у него имеется худ. Да, худ это здорово, но даже худ его не спасает. Он все равно умирает частично от магического урона. Там 2 Яншелла, Флэмгвард и... Ой, его поймали. Ой, брат, не все. Хотя хоста. Тасик. Варлдспанч. Забрал хосту. Наикс вылез. Коса. И забрали. Забрали таска. Один в один. Так. Влети. Влети, брат. Нет, не влетел. Ну, я говорил, вот этот парень наказывает. Если команда вот с таким героем получает преимущество, он не прощает. Он такой мини-аналог Штон Спирита. Где-то увидел слабого противника, у которого ничего нет. Допустим, Пангалерова с Дживелином. Просто влетел на него с огромной рейнджой и убил. Просто огромный еще рейнджал. Посмотрите на это. Причем с барабанами очень приятно играть за Эмбер Спирита, поскольку барабаны дает Манрегин. Раньше, по-моему, его не давали. И за счет Манрегина он может постоянно оставать все свои способности, но вот сейчас есть шанс, есть надежда, что кто-нибудь еще придет. Приходит Наикс. У Эмбера еще имеется один ревна. Так, он прыгает. Наикс все равно идет. У Наикса имеется Рейдинс. Имеется медалька. Находят Эмбер Спирита. Эмбер Спирита бьют. Эмбер Спирита убивает. Отлично. И забирает Дизраптора. Отлично. Кумбэк на кумбэке. Кто не верит, тот в руках. То есть, сначала кумбэк отсюда. Сейчас кумбэк поет вот отсюда. Финал вообще хороший, потому что круто, когда нету какого-то фаворита, вот кто прям, знаете, месит, прям без шансов. Вот на эти игры ужасно смотреть, неинтересно, скучно. А здесь реально, ну, во-первых, видно, что команды что-то новенькое показывают. У нас Таск, Таск вот бегает, кто у нас потом. Еще Некровсы появляются, там Найт Сталкеры, Найксы, ну Найкс, в самом деле, он часто бегает, да. Там Хардовый, Венжи, Фул Спирит, много кто появляется. И прям вот это противостояние, прям хочется пять карт посмотреть. Даже несмотря на то, что я не спал больше суток, по-моему, все равно хочется посмотреть пять карт. Но это невозможно, потому что у одной, у одной из команд, а именно у Кинг Гейминг, у них преимущество в одну карту. Есть вот небольшая ошибочка, пусть вас эти кубики не обманывают, счет 2-1 в пользу Кинг Гейминг. Поэтому, если выигрывают IG, то счет будет 2-2, и потом будет решающий. Так, у тролля диффуза. Это прям вот, чтобы догонять негровца. Он такой, бежит, бежит, нажимает на гушера, убегает, а ему ответ диффуза и говорит тролль, нет, ты никуда не убежишь, стой. Прям такой билд, чтобы грызться в кого-то и не отпустить. Но Блэкинг Бара, думаю, стоит взять. Будет полезно. Так, ну что-то делает Бангалер. Это очень странно, что он там делает. С командой его вот здесь бегает. Вот еще один герой. Команда его слишком далеко, чтобы он там что-то пытался сделать один. Как я и говорил раньше, это вражеская территория. Вот, вот, показываю на мини-карте. Это все вражеская территория. Ну, естественно, вот здесь вот светлые, здесь темные. Бегать по вражеской территории без вижены нельзя. Потому что противнику, чтобы убить героя, вот просто, не знаю, ТП на святуюню можно сделать. Там пройти Эмбер, например, делать ТП, прыгает в свою временную куда-то вот сюда. уже убивает Монголера. Кустенько. Соответственно, так уже это не фидить, поскольку фраги сейчас очень важны. Так, и игра успокаивается. Ну, зачастую она успокаивается из-за того, что одна вышка осталась у Дайр. И одна вышка осталась у Рейдин. То есть единственное, за что им драться, это вот за эту вышку, за эту вышку из Рошана. Заходить Рейдин там сложно. У них бьет вышку только один тролль, а у тролля нет Блокинг Бара. Вот когда Блокинг Бар будет, может быть. А до этого момента нежелательно. Одни вторые начинают готовиться к Рошану, так потихонечку издалека. И вот он тролль, без БКБ, который хочет дофармить БКБ. Он понимает, что пахнет жареным, приходит Фурион, находит тролля, безмолвие есть, и тролль должен умереть. Он должен умереть. Да. Коса, наверное, была лишняя, но это в таверне приседет подальше. Неплохо. Сейчас очень неприятный момент. Тролль сидит в таверне 80 секунд, а он успел купить БКБ, но они об этом ничего не знают. То есть если бы они знали, что тролль купил БКБ, они, в принципе, могли бы спокойно пойти забывать вот эту вышку. Или вообще попробовать зайти на Т3. Потому что без тролля я вообще не представляю, как умрет Найкс. Просто не представляю. Вот Эммер с этими слотами его вообще ничего ему не делает. Вообще ничего. Вот у него урон 97 плюс 67. А там Найкс бегает, нажимает на кого-то, он пенвалдс, полностью отхиливается и хорошо. И было бы еще лучше, если бы они пришли, но они не знали, да, что тролль купил БКБ, поэтому они не пойдут. Естественно, там можно сделать байбэ, где Зраптор кого-нибудь вернет. Там, например, Некровс, у которого есть Теул, и понеслась. Так, Бангалер пошел. Бангалер на передовой. Даксир его видит, хочет взять. Но понимаю, что что-то здесь неладное. Бангалер покатился, однако Сурж, Сурж, Сурж все еще работает неплохо. Раскайтил Old Eleven. Тасик ворвался. Но он прочный, ё-моё, кстати, как бы трудно убить. Змейки почти не пробивает. Забирает сейчас у Шамана, забирает Бангалера, и... И... Некс, 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 свой парень, он понял, что делать, сразу улетает. Без лишних мыслей. Ганг не удался. Линка. Так, ну все, я думаю, защитными артефактами закончено. Теперь интересно посмотреть, как Эммер будет убивать. Линка против Косы, Линка против Фекса, против Шейклс. Просто для мана Регена, чтобы вообще на базу не надо было бегать. И... Драко в центре. Некропос подставляется. Поднимает сам себя вулго. Шрауд. Сразу. Стики. Дест пульс. И Малисса на команду. Команда... Команда нет. Ноль помощи. ГГ и я в скрытом пуле. Габен за что? Сказал бы Некролайт, если бы он играл в паблике, но тут не паблик. Тут просто команда была далеко. Вот он, Фурен. Фурен летит сюда. Такая интересная интересная бомба. Возможно, это байт, кстати. Возможно. Такой бежит, смотри, типа он уходит, уходит, оставит пеньков, показывает, подсвечивает. Если бы прилетел Таск, его можно было бы убить. Но Таск не прилетел, Таск не глупый. Таск просто пойдет забирать Рошана. Имеется пёсик на 30%. Вообще один из самых сильных крипов в доте, на мой взгляд, с Доминатора. Кто сегодня смотрел мой ночной стрим, помнит, что я, наверное, пять часов бегал по лесам и искал вожака полков. Просто, чтобы бахать команду на 30%. И... Эти ребята тоже, видимо, когда-то в своё время подобным занимались и поняли суть Доминатора. суть Доминатора, чтобы в лейте найти Волка и бафать команду. А, ладно, он шарит. Уберет лучшего, крепая всех. Так, 5к перевес. Имеется... БКБ, имеется Эйгис, можно идти. То есть вообще всё есть для захода. Это я бы не затягивал с Фурионом. Вот, ну, один Фурион в лейте начинает сильно напрягать. А когда имеется Фурион на Айкс, это вообще проблема. Это... На 25-м уровне бесконечное такси. То есть любой герой может показаться где угодно и умереть. Там, 6-ти слотовый Фурион берёт с собой 6-ти слотового на Айкс, они кого-то убивают. И так происходит нон-стопом. Очень опасная комба. И какой-то Эмбер в один момент просто перестаёт отпушивать линии. Если Фурион собирает комбинацию через вот такую Орчет, Шадоублэйд и Нулифайр. Как бы линку ему можно сбить вообще чем угодно. Там, ну, тиммейта можно сбить, например, вот этим. И потом сразу Сайленс, Нулифайр и понеслась. Соответственно, я бы на их месте заходил. Попробовал шанс, но они что-то как-то, знаете, как-то неуверенно начинают играть вот в эту игру, где Эмбер телепортируется сюда. Таск что-то бегает, но ему нужно идти вниз на Икса останавливать. Таск бежит за Фуриона, даёт ему Варлес панч. Фурион просто улетает. Поторопился, я думаю, с Варлес панчем. Эмбер идёт, но тоже не успевает. И вот у них было 5000 преимущества, уже 4. То есть, их начинают разводить. Как качать ещё. Мы когда-то с Ваня Артстайлом такой вот такой термин придумали. Качают по карте. То есть, пока вот они бегают, потом вот и ни туда, ни сюда, там снизу фармят. Один герой сверху фармят, второй герой. И надо заканчивать, надо идти. Надо заставить всех этих героев вернуться на базу и дать бой. Но в итоге у них пока чуть-чуть не получают этого сделать. То есть, мы видим, как Фурион занимается своими делами, Шаман занимается своими делами, все занимаются своими делами. Тролль нажал БКБ, лол, зачем? Зачем он нажал БКБ? И они уходят, лол. Это провал. Если у него не будет БКБ, его, в принципе, сейчас можно и без БКБ развалить. Без шуток. Без БКБ он очень слаб. У него БКБ 10 секундное было. Он его нажал. И вот эти ребята в наглую вышли, прогнали, заняли свою территорию и фармят. Находят Дарксира. Ман нет лоу. Нет мана на Шейклз. Ой, какие пеньки хорошие были. Ну и супер крутая стенка. Минус Шаду Шаман. БКБ залетел. Наикс начинает бить. Таска лупит. Таск успевает дать Варлос Панч. Некрофос кастует Дест Пульсы. Тролль должен умереть. Тролль должен умереть. Эммер Спирит должен убежать. Тролль должен появиться и еще раз умереть. БКБ 12 секунд. Ну, тут тут плохо. Тут плохо. Больно, очень больно тролли. Какие-то опенваунсы. Крутые вот это все работают. Но! Блокинг Барр скоро откатится. 5 секунд. Наикс сразу понимает, чем пахнет. Пахнет жареным. Некрофос тоже понимает, что пахнет жареным, но как бы ничего себе сделать не может. Поднимает сам себя вверх, нажмет на гушь раут и погибнет как герой. Да. Путь воина. Ну и что, 2000 осталось из преимущества? 3. Опасен этот пик тем, что помимо Фуриона, Найкс и Некрофса, в лейте может быть очень сильным шару шаман. Мы знаем вот эти вот контроли. Там у нас 5 секунд, да, потом еще берется талантик на 2.5. Там 7 секунд герой, 7 лишних секунд герой стоит в контроле. Это очень неприятный герой. Я уже молчу про 2 пачки змеек с рефрешен шардом. И Пангалер! Вот он так бегает, бегает, бегает. У него был очень слабый старт. Он очень мало имел поначалу. Просто нереально мало. И со временем он начинает получать артефакты. Получает экспу. И в один момент он просто может превратиться в какого-то монстра, который бегает, его невозможно убить. Он постоянно бегает, там, кидает свои дебафы. И многих коров он просто выводит из себя. Например, тролля. там, допустим, тролль нажимает на ультимейт, пытается его убить, а он просто от него убегает. Вот спамит свэшбакл. И надо идти. Надо идти. Лучше не ждать. Просто надо идти прямо сейчас, да. Даже без Айгиса, без шуток, но даже без Айгиса можно попробовать подраться. Тут слишком опасный пик вот именно в лейте. Так, значит, они идут вниз. Ищут, ищут, ищут шамана или найкса. Найдут. Лол. Лол. Эх. Найкса еще в позиции. Найкса главное смотреть, где находится Таск. например, если сейчас Таск появится в центре, Найкс может просто на пофиг убегать, убивать Дизраптора и уходить на Рейджи Трэпрауд. Так, Дизраптор. Убил Вард хорошо. Таск еще противника он не может найти. И очень похоже на танцы с бубном вокруг Рошана. Прям очень похоже на танцы с бубном вот здесь. То есть зайти сложно, но можно. Но лучше всего зайти с Айгисом, да? Так, Лотос у Некровса. То есть еще было бы здорово погангать, но вот проблема вот в этом герое. Вот его очень сложно загангать. Только Таск его может убить. Только Таск. А Таск сверху. Найкс, я так понимаю, знает, что он там. Там либо увидел, либо сказали, он по центру бегал. И он просто в наглую на пофиг идет. Он ничего не боится. Ему единственное, нужен вот здесь вот Вард. И если Таск захочет его убить, если он сделает ТП, Найкс... Ой-ой-ой, ошибочка. Поставился Некровос. И Пангалер пошел. Бегай. Катись, катись домой. Катись домой, брат. Нет, он покатился в замес. Некровос погиб. Дарк Сира не забрали. И Пангалер, мне кажется, ошибся. Ему нужно было катиться домой. Тут было видно, что драка не выигрывается. То есть вот он, парень. Он был вообще не здесь, он вот здесь вот был. Потом он сделал ТП, он бежал, и все это время два героя умирали. Ошибки. А, ну еще здесь нашли Месье Фуриона, он тоже умер. Фит. Причем неожиданный такой, знаете, не очень хороший. То есть круто, когда команда играет, такой равенство, равенство, и потом начинается эпик замес. Тут, в принципе, можно было отдать одного Некровоса, и вот сейчас бы они подходили, он бы уже там очень скоро появлялся, но они в итоге отдали и Некровоса, и Пангалера, и Фуриона. И преимущество выросло. С 3000 до 6000. Печаль. Но по-прежнему зайти сложно. Найкс душит. Он там стоит. 42 брони. Варлспанч есть. Найкс переигрывает на всяк рипов. Шаман. Шаман сзади. Найкс танкует. Шамана хотят убить очень быстро, убивают отлично. Некровоса принимает на себя весь удар. Кассы все еще нет. Найкс пошел, пошел, пошел. Стоит на передовой, бьет Эмбер Спирита. Эмбер Спирит убегает, подгалер катается, но так себе. Хотя бы этого поймал. Минус тролль. И бежать в рассыпную. В рассыпную. Сурш Дарксира работает. Это талант на... Да, на Сурш Паубасе. И это минус 2. Видите, как они дефаются? Они реально не очень сильные. Мне просто сложно как-то даже лень это математически объяснить, почему они настолько сильны, но они реально сильны. Можете мне поверить. Насло. В общем, главное не фидить, как вот они сейчас нафидили. Им ничто не запрещает просто бегать в 4-ом и допустим позволить в прием отпушивать пеньками. И ультой. Им ничто не мешает бегать в 4-ом с Фурионом и позволить кушать Найксу, например. То есть им главное просто взять себя в руки и не делать резких движений. Это самое главное. Так, Эммер пошел. Дабл дэмэдж. Руну дабл дэмэджа можно зарешать. Выкупается тролль. Подрубая дабл дэмэдж. И... Ворует Айгис. Красавчик. Батя Таск забрал Айгис боженька. Коса в Эммерспирит ну, так понимаю, прожал сыр. Появляется Таск. Вау! Они стырили и Айгис, и сыр. Ничего себе. Ну и тролль начинает рубить. Разгоняется, забирает по галерам. Тут все время ребята понимают, что надо убегать. это было крепко. Ну вот с Найксом конечно тут посложнее. Даже таки он неплохо впитывает. Тут Эмбер с миллионом с миллионом бафов. Просто вот видите, миллион бафов, миллион аур. Еще кучу героев вбили Найкса. И там без шансов. Ну и представьте себе, даже с таким идеальным началом, где они своровали и Айгис и сыр, они все биты и вообще все. И если бы вот Дайер забрали Айгис и сыр, то все было бы совсем по-другому. Ну ладно. Ну ладно. Рискует парень. Он такой, на чиле. Выкупается Фурион. Вешает на себя Лотус. Бил бы, но бить надо на его месте. Ручками, нет? Просто другие герои не появятся, а Баду сейчас будет падать. Там пять героев, он боится. Страшно. Отдать эту сторону. Тролль разгоняется. Да, не вставляется. Все, надо драться. Отдавать две стороны, это перебор. Так, Найкс пошел. Это четыре, пять. На передовую. Ну что, посмелее, посмелее, можно у него рейдж. Лотус ему дали. Врывается Тролль. Тролль убивает Фуриона моментально. Найкс продолжает убегать. Некрофос подруглает Гош Раут и замедляет людей. Дамажит ауры. Тем временем, они пытаются всей себе запокусить Найкса, но Найкс здесь самый прочный. Его лучше всего убивать в последнюю очередь. Он в итоге бегает, что-то мансит туда-сюда, но Атаксира с Ауэсуржем не убежать. Да, он не отпустит. И в очередной раз Соль от Левена. То есть в очередной раз Ваку, в очередной раз Статик Шторм, та самая комба. Там просто вот, если Фурион попадает в этот рассказ, да, он ничего не может сделать. И Некрофос. То есть Ауэс Аленс трудно пережить. Найкс как бы выживает, да, окей, но Найкс к сожалению, один в поле не вое. Такие дела. И молодцы, Кингейминг. Собрали раму. Очень крутой врыв на Рошане, когда они стреляли и Аигис, и Сыр. Это на самом деле было прям прям красиво прям. Было очень красиво. Еще Эмма, кстати, неплохо сыграла, даже не обращал внимания. У него 18-1-20. Ничего себе. Вот это он дает. И в целом пик реализован. То есть тут можно сказать, что было очень много ошибок. Было очень много фида на равном месте. То есть они вот где-то там нафидили. Потом кампэкнули. Потом опять нафидили. Потом опять кампэкнули. Потом они просто нафидили всей командой и тут просто нереальные графики полетели вверх и все. Не туда. Не туда. Тоже не туда. А как табличку вернуть? Подождите. Ладно, она, короче, пропала. Я не знаю, как ее вернуть. Сорян, я бы там что-то показал еще, но... Она пропала. И с этим ничего не сделать. Ну, вроде как на этом все. Кингейминг проходит дальше. Ну, они показывают в очередной раз, что их результат на мейжере был не случайностью. Они действительно играют очень-очень хорошо. И ребята заметно прибавили за последнее время. И Виктус Гейминг это молодняк, который действительно растет. И где-нибудь там, не знаю, через полгодика, ну, или может быть где-то через 3 месяца на Open квалах они реально зажгут и что-то покажут в Китае. Хотя конкуренция в Китае становится бешеной. Там уже и Вич, и LGD, и Кинг Гейминг. Все тут вместе играют, играют. Ребятки прибавляют. В общем, сильные перчики. И на этом все. Да, прошу прощения на то, что в конце я комментировал один у Рустама. Там были, ну, небольшие обстоятельства. Так сказать, легкий форс-мажор. Поэтому я душил пацанов, проводил анализ. Я в курсе, что чисто аналитик на соло-касте это вообще провал. Я бы никак в жизни не допустил аналитика на соло-каст, но так получилось. Плей-бэй-плей-форевер. Вот. И всем всего хорошего. Увидимся с вами. Увидимся с вами, я думаю... Точнее, не я с вами, а Рухап увидится с вами сегодня вечером на Северной Америке. Для вас эти матчи будут комментировать Лекс и Форс. Начало в час ночи. Вот. Всем рекомендую ворваться. Вот. Ну, а со мной, если что, увидимся где-то... Где-то, я не знаю, либо сегодня ночью, либо завтра утром. Северной Америке